Игорь Чаленко, политолог, глава Центра анализа и стратегии. Здравствуйте. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, добрый день. Игорь, объясните, пожалуйста, еще раз вот этот нюанс. То есть Путина на БРИКС приглашают, но ничего не обещают. Ордер на арест от Международного уголовного суда получается сильнее иммунитета саммита. Мы видели историю, которая разворачивалась вокруг вот этого августовского саммита БРИКС. Фактически ЮАР сейчас заняла позицию, в котором рекомендует Путину все же принять участие по видеоконференции. Хотя, опять-таки, тот же ЮАР, мы знаем, уже был прецедент, если не ошибаюсь, в 2015 году, когда они все-таки, несмотря на решение Международного криминального суда, все-таки пустили на свою территорию и не арестовали тогда президента Судана. Поэтому уже именно касательно ЮАР были прецеденты. Но сейчас мы видим, ситуация несколько изменилась, когда были официальные заявления, что все-таки не хотят сегодня выходить из римского статута, соответственно, ЮАР. И поэтому я думаю, что на самом деле сейчас происходят торги. И действительно, посетит ли Путин этот саммит БРИКС, либо не посетит, мы увидим непосредственно в августе. Но, тем не менее, ЮАР будет тянуть до конца, поскольку для них сейчас очень важно не потерять определенную поддержку и со стороны Соединенных Штатов, и других стран Запада. Да, но, тем не менее, Путин боится. После того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, он никуда не выезжал за пределы России. Перед саммитом БРИКС в начале июля будет саммит ШОС в Индии. Путин тоже туда не едет, если появится, то по видеосвязи. То есть, очевидно, все-таки боится, не хочет испытывать судьбу, не желает. Ну, на самом деле, я вам скажу, что, видимо, здесь повод еще и другой, поскольку в связи с нестабильной ситуацией непосредственно на территории Российской Федерации, такие посещения президента России вне РФ сегодня несут еще больше угрозок. Несмотря на все заверения со стороны, например, службы безопасности, там и ЮАР, и других стран, и той же Индии, например, я думаю, сейчас после того инцидента, который случился перед 9 мая непосредственно в Кремле, ударом беспилотника, дальнейшая эскалация, то я думаю, Путин банально действительно боится не просто ареста ввиду ордера Международного уголовного суда, но и, конечно же, непосредственно физического своего устранения. Так, еще один российский деятель, по которому ГАГа плачет, министр иностранных дел страны-террориста Лавров, вчера прибыл с официальным визитом в Бурунди, эта поездка стала для него первой командировкой в это африканское государство, и встречали Лаврова на самом достойном для него уровне. Давайте посмотрим. Если она такая, хотелось бы посмотреть, как с лебом солью встречали Лаврова. Я это имел в виду. Ладно, давайте тогда в целом скажите, что это так полюбил африканский континент, глава преступной российской дипломатии? Это уже четвертый на его счету визит на африканский континент за последний год. Почему туда? Это потому, что больше нигде не рады ему? А, вот, кстати, те кадры, которые я имел в виду. В общем, с бубнами, да, с бубнами, танцами и плясками встречали Лаврова. Да. Почему туда, Игорь, ваше предположение? Потому что больше в Брюссель точно не поедет. Еле попросились в Нью-Йорк, чтобы их пустить. Действительно, для Лаврова, для Лаврова сейчас и для российской дипломатии крайне черные времена. Мы видим, что мировые площадки, куда ранее, фактически, с распростертыми объятиями встречали того же Лаврова, вплоть до Организации Объединенных Наций, сейчас крайне затруднительно летать. Мы видели, насколько проблематично было главенствование Российской Федерации, например, в Совете Безопасности ООН, с какими трудностями Лаврову пришлось столкнуться во время путешествия в тот же самый Нью-Йорк. И сейчас эта ситуация с Африкой, конечно же, это попытка все-таки обеспечить себе неких партнеров и хоть какой-то вес показать Российской Федерации. Это демонстрация хоть чего-то, хоть каких-то поездок. Да, да, абсолютно. Но если ранее, ну, в принципе, действительно, Россия еще со времен даже там советский багаж, который был, и связи с африканским континентом, Россия пыталась их поддерживать, плюс активно брала участие в разных военных операциях. Мы знаем, насколько активно задействованы были вагнеровцы те же самые в разных странах африканского континента. Но, тем не менее, сейчас это все-таки не проактивное действие российской дипломатии, а лишь реакция на то, что на самом деле африканский континент постепенно уползает из их контроля. Весьма эффективное, например, в прошлом году был визит и такой турне, которое не закончилось министра иностранных дел Кулебы. Сейчас мы знаем уже второе началось, второе такое турне, которое началось с Марокко и продолжается в других странах Африки. И мы сейчас фактически Украина даже в Африке перехватывает инициативу. Это крайне раздражает официальный Кремль. И действительно Лаврову ничего не остается делать, кроме как лично ездить. И фактически доказывать и уговаривать местные страны, что давайте продолжать кооперацию. И, конечно же, они ищут поддержки на международных площадках, такие как Генассамблея ООН, потому что мы знаем, что всегда Россия пыталась опираться на эти страны. Но, как показывает последнее голосование за резолюции, которые касались либо прямо, либо посредственно Украины, и даже эта поддержка сейчас теряется. Кстати, немаловажный фактор переориентации Африки, можно, например, назвать это компания «Grain from Ukraine», когда благодаря тому зерну, которое мы доставляем сейчас африканским государствам, все-таки есть понимание, что несмотря на войну, Украина пытается поддерживать продовольческий мир и позволяет странам Африки не голодать там, где сегодня есть потребность. Конечно же, это все очень нервирует Лаврова и российскую дипломатию, которые пытаются, наоборот, убрать Украину как мощного экспортера не только зерна, но и другого продовольствия. Да, хочется сказать, если бы не такая тотальная международная изоляция, когда бы еще Лавров побывал в Бурунде? Ну, теперь побывал. Давайте теперь поговорим о Европе. В ЕС сейчас председательствует Швеция, и вот-вот на этот пост со второй половины текущего года должна заступить Испания. Но в этой стране на этой неделе объявили досрочные парламентские выборы, и в Брюсселе очень этим обеспокоены дипломатические круги в штаб-квартире Европейской комиссии, как сообщают СМИ, характеризуют досрочные выборы как неопределенность, шок и катастрофу для председательства Испании в ЕС. Скажите, Игорь, это прецедент? Раньше такой ситуации ни с одной стороны не было? На самом деле я не вижу здесь больших проблем. Конечно же, для Европейского Союза это может быть фактор определенных каких-то трудностей. Но опять-таки мы понимаем, что любое из 27 государств очень часто происходят досрочные избирательные кампании в парламент, президентские выборы. И на самом деле никаким образом это не ломает абсолютно выверенную политику главенствования той или другой страны в Европейском Союзе. Поэтому в данном случае я думаю, что выборы пройдут отдельно, а главенствование будет идти отдельно. И очевидно, что никаких торможений мы здесь видеть не будем. Но это и есть демокрация. На самом деле я думаю, что это можно назвать частичный даже уровень поддержки нынешних властей, чтобы показать, что выборы это фактор нестабильности, а все хотят мира, все хотят стабильности и прогнозированной политики со стороны одного из мощнейших участников и членов Европейского Союза. Вы знаете, я читал там опросы в Испании, так там треть вообще жителей вообще не знает, что их страна будет председательствовать, что это такое и вообще. То есть люди себе живут и, собственно, и живут. Абсолютно. Но ведь в этом вопросе председательства назревает еще одна такая патовая ситуация. В следующем году в ЕС должна председательствовать Венгрия. Страна, допустившая многочисленные нарушения законодательства Европейского Союза и большинство евродепутатов считает ее непригодной для такой высокой миссии и собираются проголосовать уже на следующей неделе соответствующие резолюции о невозможности председательства Венгрии в ЕС в 2024 году. Виной всему правительство Орбана и его пропутинская, прокремлевская политика. Игорь, Венгрию действительно могут отстранить от председательства в ЕС? Или Орбан, как всегда это случается, в последний момент испугается и будет вынужден вспомнить, где он и что такое демократические принципы Европы? Ну, конечно же, такие риски для официального Будапешта присутствуют. Но, тем не менее, я все-таки склонен рассматривать сейчас подобное заявление как фактор давления на Орбана, поскольку действительно одно дело можно демонстрировать свое особенное мнение, но когда неоднократно это особенное мнение идет вопреки позиции остальных 26 членов Евросоюза, конечно же, могут быть и дальше последствия. Мы в прошлом году неоднократно видели, как Будапешту отказывали, например, в финансировании и поддержке со стороны Брюсселя ввиду не только их позиции касательно Украины и поддержки Путина и так далее, но и касательно уровня демократии в стране, уровня эффективности судебной системы, ну и, в общем, автократического режима, который сейчас демонстрирует премьер-министр Орбан. Поэтому я думаю, что на самом деле дальше эта схватка продолжится, но, конечно же, не стоит, опять-таки, делаю акцент на том, что не стоит абсолютизировать важность вот этого главенствования, которое идет на ротационной основе, но, конечно же, если будет принята соответствующая резолюция, это будет очень-очень тревожный звоночек для всей Венгрии, и, конечно же, я думаю, Орбан попробует это использовать против, в том числе, Евросоюза, показывая, что вот посмотрите, куда идет этот Запад и так далее. Но, опять-таки, мы понимаем, что, с другой стороны, Орбан очень сильно ценит деньги, и подобное решение, оно просто усложнит жизнь Венгрии по привлечению тех же самых инвестиций, по налаживанию новых проектов и даже финансирование банально социальной сферы, которая тоже является дотационной и финансируется с Брюсселя. Да-да, и вчера, кстати, очень жестко по грядущему председательству Венгрии ВС высказалась Германия. Там прямо заявили, что очень сильно сомневается в способности Венгрии к председательству в 2024 году. Так высказалась министр Европы Германии Анна Лурман, журналистом в Брюсселе, и напомнила о вероятных нарушениях Венгрии, верховенства права и шаткую позицию по поддержке Украины в противостоянии российской агрессии. В общем, Орбану сейчас дают четкий сигнал, что так долго балансировать и заигрывать, и манипулировать не получится. Так, да, в Германии сейчас очень ясно и бескомпромиссно высказываются с осуждением кровавой войны Путина по необходимости поддержки нашей стороны до победы и после. И вот на днях сильно, сказал экс-глава МИД ФРГ Ёшка Фишер, сказал дословно старая формула, безопасность, возможно, только с Россией, больше не работает, теперь гораздо важнее обезопасить себя от России, заявил он. А также подчеркнул, что Россия надолго останется угрозой для Европы, поэтому Германия должна надежно укреплять свою обороноспособность. Ну, а говоря о нашей стороне, он четко и лаконично заявил место Украины в ЕС и в НАТО. Игорь, смотрите, а ведь Ёшка Фишер, мы помним, возглавлял дипломатию ФРГ в правительстве Герхарда Шрёдера, а тот очень и даже очень был связан с Кремлем, с Газпромом и самим Путиным. И, ну, вот сейчас то, что говорит Ёшка Фишер об Украине и России, действительно свидетельство того, как сильно все поменялось и вот такое прозрение наступило, правда? Безусловно. Кстати, тот же Шрёдер мы видим все равно неизлечимый в этом плане, все равно его смотрят, как он любит Россию и так далее. Но, тем не менее, да, если смотреть вот на тех же самых социал-демократов, там, на Германию, то очень большая переоценка произошла и, соответственно, уровня двусторонних отношений между Российской Федерацией и Германией, и что Российская Федерация вместо надежного там экономического партнера, ну, мы помним и уровень энергетического сотрудничества, какой был, и в газовой сфере особенно. Но сейчас, да, действительно, Российская Федерация является неприкрытой угрозой. И очень хорошо, что об этом сейчас прямо говорят не только Ёшка Фишер, но и другие представители немецкого истемблишмента с разных партий. Единственное все-таки исключение является либо праворадикалы левого спектра, либо правого. То есть то, что обычно любит финансировать Российская Федерация. Но еще бы Ангела Меркель тут высказалась. Хотелось бы, чтобы она еще так... Да, действительно. Ну, у Ангелы Меркель тут ситуация такая, что она пытается сохранить хоть какое-то лицо уже с точки зрения исторической ретроспективы. То есть она будет до конца все-таки говорить, что в свое время она делала правильно. Но опять-таки, она, знаете, все-таки даже с ее сигналов видно, что она где-то в душе понимает свою неправоту. Но до конца, конечно же, она будет говорить и про правильность на Бухарестском саммите 2008 года, когда Украину не пустили в НАТО, и про интенсификацию отношений с Кремлем в свое время. Но опять-таки, я думаю, что история все расставит по своим местам. И уже сейчас немцы понимают ошибки прошлых властей, в чем действительно были стратегические просчеты. И это сейчас показывает на ситуации не только со стороны безопасности. Ну и в общем, я думаю, что вся экономическая рецессия, которая происходит, в том числе в Германии, это последствия ошибок тогдашних немецких властей по отношению к Российской Федерации и попыток умиротворения агрессора. Да. Ну о перспективах вступления Украины в НАТО на этой неделе говорили и в США. Американский генерал-майор в отставке Дэвид Болдвин, который до лета прошлого года командовал Национальной гвардией Калифорнии, сказал, что в военном отношении наша страна способна достичь требований для членства в НАТО, однако остаются политические вопросы. Вот цитата интересная. «Мне всегда приятно слышать, когда люди говорят, вопрос не в том, разрешит ли НАТО присоединение Украины, а в том, разрешит ли Украина присоединение НАТО», так сказал американский генерал. Итак, Игорь, вы согласны, что вопрос членства Украины в НАТО – это больше не вопрос военного какого-то соответствия или несоответствия стандартам, а это действительно политическое решение? Не, на самом деле, конечно же, вопрос стандарта, он играет немаловажную роль, но опять-таки мы сейчас настолько семимильными шагами приближаемся к стандартам НАТО, и не только с точки зрения использования разных типов вооружения, но, смотрите, наши солдаты обучаются сейчас по натовским стандартам, 9 бригад готовы уже, мы сейчас полностью, происходит координация по стандартам НАТО, то, что мы видим, по натовским стандартам мы боремся с киберпреступностью, с другими угрозами, конечно же… Но есть и политические тоже стандарты, по которым мы тоже приближаемся. Нет, имеется в виду, я хотел просто сказать, что на самом деле, а по политическому моменту, вы знаете, по-моему, единственное, что нам действительно надо выполнить, это 10-я статья Вашингтонского договора, где, по сути, это единственный сегодня вопрос, который нас разделяет от НАТО. То есть нам просто действительно надо политическое разрешение от каждой страны члена для того, чтобы получить консенсус. То есть мы уже сняли, по сути, план действий касательно членства в альянсе, благодаря, кстати, Финляндии и Швеции, которые протоптали для нас этот путь, и мы знаем, что этот вопрос снят. И я на самом деле думаю, что даже если мы в Вильнюсе сейчас, конечно же, очевидно, что нам не скажут, что вы будете вступать, но, во-первых, в Вильнюсе очень бы хотелось на саммите НАТО получить конкретные рамки, как мы можем стать членом альянса, возможно, временные. А в следующем году я хочу напомнить, что саммит альянса будет проходить в Соединенных Штатах Америки. И я думаю, что президенту Байдену было бы очень кстати использовать этот повод для того, чтобы пригласить Украину непосредственно в альянс. И это, кстати, дало бы ему неплохие шансы победить будущего конкурента от республиканской партии на ноябрьских выборах. Поэтому я думаю, но сейчас, конечно же... Перед этим нам было бы еще хорошо победить Россию как раз вот, да? Ну и поэтому, да, с точки зрения тактики мы сейчас полностью делаем все, чтобы победить Россию. И, конечно же, немаловажным является вопрос гарантии безопасности нашей страны до вступления в НАТО, когда начнет действовать пятая статья Вашингтонского договора. Да, отличный план. Да, дай бог, чтобы именно так все получилось. На этой неделе в Китае подводили итоги визита в Украину спецпредставителя КНР Ли Хуэя. Также мы знаем, что перед этим в The Wall Street Journal вышла провокативная статья, мол, Ли Хуэй во время встреч в Европе продвигал идею, что, мол, нужно оставить за Россией оккупированные украинские территории. В МИД Китая это опровергли, опровергли это и европейские дипломаты, такого не было. Ну, можно лишь догадаться здесь, кому выгодна была такая провокация. Ну, и чтобы ни у кого не было сомнений, что Украина неизменно в своей позиции. Накануне вышло интервью президента Украины Владимира Зеленского к корейскому изданию Чосан Илбо. Он там сказал, что Китай может сыграть роль посредника в достижении мира между Украиной и Россией, только при условии, что будет соблюдена позиция относительно полного вывода оккупационных российских войск со всей украинской территории. Игорь, я думаю, что никто уже ни в Китае, ни где-либо по-другому эти слова нашего президента, эту нашу позицию, ну, трактовать уже не будет. Ну, на самом деле, действительно, мы понимаем, что даже позиция Китая касательно, как они называют, политического урегулирования украинского кризиса, как они официально называют свой так называемый мирный план, все-таки, понимаете, его можно по-разному крутить, по-разному. И в этом являются как риски для Украины, так и позитив, поскольку мы можем сегодня реально тянуть Китай, ну, как минимум, оставить его на позиции третьей страны, а, конечно же, с теми тезисами, которые были озвучены, привлечь его к реализации украинского мирного плана из десяти пунктов. На самом деле, есть моменты, где это можно там синхронизировать. Поэтому, конечно же, для украинской дипломатии крайне важно сегодня коммуницировать с разными сторонами, с разными государствами, которые могут повлиять на Кремль и донести до него требования и, возможно, надавить для того, чтобы Кремль вывел свои войска с территории Украины, для того, чтобы действительно достичь того справедливого мира, о котором говорят и в странах Европейского Союза, и в других частях мира мы понимаем, что весь мир хочет достижения спокойствия и остановки войны в Украине. Но, опять-таки, я делаю акцент на том, что Китай сейчас – это важный действительно партнер, который использует войну России в Украине для своих экономических, для своей прибыли, фактически. И для нас главное сейчас все-таки дать понять, что мир в Украине сейчас на украинских, на абсолютно справедливых условиях выгоден Китаю для нормального, адекватного торгово-экономического и политического партнерства со странами того же Европейского Союза. Мы видим, насколько дорожит сегодня Пекин вопросом все-таки нового шелкового пути. Мы видели, как на саммите с пятью странами Центральной Азии была представлена новая карта путей в Европу. К сожалению, да, сейчас Украины там не оказалось, но я думаю, на самом деле нет ничего невозможного, ничего незыблемого. Украина тоже может взять участие в этом вопросе. Поэтому на самом деле сейчас, конечно же, главным является что? Чтобы агрессор не получал помощи, так как, например, сейчас Кремль получает помощь от Тегерана. Вот это абсолютно, это не может здесь быть никакого решения. Конечно же, понятно, Иран является там союзником в войне против Украины. Но Китай сейчас, Китай, конечно же, я думаю, что здесь есть о чем говорить. И для того, чтобы Китай повлиял на Кремль, на Путина, чтобы тот остановил войну. Да, согласен. Спасибо. Спасибо, Игорь, за эту беседу. Игорь Чаленко был в нашем эфире, политолог, глава Центра анализа и стратегии. Спасибо.